Практически в каждой семье есть автомобиль, а если нет, то в будущем точно будет. Итак, держите 10 лайфхаков, которые помогут в эксплуатации вашей ласточки. Если в машине очень жарко, некоторые продукты питания начинают портиться и теряют съедобный вид. Загляните в ваш бардачок, зачастую там есть отверстия, открыв которые вы впустите внутрь холодный воздух с кондиционера. Теперь вы можете складывать туда продукты, получив импровизированный холодильник. Часто бывает, садясь в машину, вы обнаруживаете, что ее руль очень сильно нагрелся, вызывая дискомфорт при касании. Все, что нужно, это после парковки повернуть его на 180 градусов, чтобы вверху оказалась его нижняя часть, которая и примет на себя солнечный удар. И когда надо ехать, просто поверните руль обратно, и вверху будет более холодная часть, которая оставалась в тени. Если, находясь в машине, вам нечем открыть лимонад, воспользуйтесь концевиком ремня безопасности. Просто приложите его к крышке, как показано на видео, и поджимая нижним пальцем, крышка мигом слетит с горлышка. На одном автомобиле ездят разные люди, и вам надоело каждый раз находить свое положение сиденья? Возьмите обычную изоленту, и выставив сиденье как вам удобно, приклейте один кусочек на порог, а другой на сиденье ровно по вертикали. В следующий раз вам надо будет всего лишь совместить метки, и это будет ваше положение. Приехав на заправку, вы забыли, с какой стороны вашей машины бензобак? Взгляните на показометр уровня топлива, возле значка заправки будет стрелка, указывающая в его сторону. После мойки машины вам нечем удалить разводы на стекле? Загляните в багажник, возможно там завалялся зимний омыватель для стекла. В его составе есть спирт, который отлично справляется со следами капель на стекле. Если дворники затвердели и пришли в негодность, не стоит их выбрасывать, возьмите тряпочку White Spirit и хорошенько протрите резинку, удалив с нее всю грязь. Дальше понадобится силиконовая смазка, которую нужно нанести на щетку и дать пропитаться резинке некоторое время. Осталось убрать излишки смазки и установить щетки обратно, они вам еще послужат. Бывает, выходя из машины, от ее корпуса вас бьет статический ток. Чтобы избежать этого, нужно при выходе коснуться корпуса автомобиля до того, как вы ступите на землю или закрывать дверь ногой. Если вам нужно залить масло в двигатель, но вы не хотите пролить его мимо отверстия, возьмите отвертку и поставьте ее вертикально в горловину. Приложив горлышко к емкости, масло будет стекать по отвертке прямо в место назначения. Когда вам предстоит путь по плохой дороге, то не помешает немного спустить колеса вашего автомобиля. Они станут мягче проходить неровности, что прибавит комфорта и сохранит детали подвески. Потом при выходе на хорошую дорогу нужно вернуть давление в норму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова